всем привет это снова я алина малинина зима пришла отворяй ворота для приема ростовчан и гостей города музеи ростова готовы как никогда и раз уж на улице похолодало то самое время посвятить себя прекрасному точнее искусству во всех его проявлениях и сегодня я отправлюсь ростовский областной музей изобразительных искусств точнее в его второй отдел который располагается на проспекте чехова детская художественная галерея так называется второй отдел музея существует он уже 10 лет иногда здесь можно увидеть совсем не детские выставки вообще это ведущий центр музейной педагогики юга россии здесь можно посетить различные мастер-классы квесты и тематические встречи и конечно в галерее работают залы западноевропейского искусства есть еще один специальный зал в котором проходят сменные выставки современного искусства и иногда здесь можно застать совершенно невероятные выставки например совсем недавно здесь стартовала выставка под названием сюрреализм это я которая посвящена поистине великому человеку сальвадору дали а если быть точнее то посвящена на его гравюру и скульптурам но обо всем поподробнее хочу сказать несколько слов о сальвадоре дали это великий и неординарный человек которого знают во всем мире он был легендарным сюрреалистом звездой среди художников и крайне неординарной личностью его причудливый характер привлекает внимание очаровывает людей и вызывает немалое любопытство и по сей день а его работы не просто поражают они открывают десятки новых вселенных ну а так как я люблю открывать что-то новое то самое время познакомиться с ним точнее с его работами поближе пойду их встречать невероятно интересное событие в ростов приехал вдали вот вы можете аккуратно достать нашего маэстро вы ждали пока кто-нибудь выпрыгнет это соответственно фотографии именно его прижизненные сертифицированные фото то это очень волнительно я честно скажу доставать работы дали графику которая никогда еще не было в ростове когда-то я трогал далее теперь я трогаю всего на выставке представлено 11 серий гравюр и стеклянные скульптуры тематически выставка разделена на три зоны три так называемых зала один зал посвящен великому прекрасному страстному чувству любви здесь можно увидеть разные тематические гравюры относительно этих эмоций есть нациал который посвящен священному писанию там нужно увидеть гравюру на тему священной книги под названием библии и еще один зал который тоже будут интересен абсолютно всем он посвящен такой политической сатире социально-политической сатире если быть точнее ну и я уверена что эти гравюру будут интересны в наши дни абсолютно всем павел да вот скажите пожалуйста чем вас такого статного мужчину привлёк сюрреализм вы знаете сюрреализм это же не образ творчества это образ мысли поэтому сюрреализм мне было интересен я вообще изучал эту идею он же вырос из дадаизма который в свою очередь родился во время первой мировой войны в ответ на вот те ужасы которые происходили во всем мире прежде всего в европе и сюрреализм как образ мышления как образ вообще жизни он очень интересное явление мне в принципе нравится изучать вот это вот вот этот период жизни нашего европейского человечества ну судя по вам можно сказать в тихом омуте черти водятся после такого объяснения а если у вас любимая какая-то серия либо гравюра сальвадора дали но вот мы как раз рядом находимся серии посвященную посвященный дон кихоту я бы сказал что она мною очень ценима так как дали сразу несколько инноваций ввел как график он вообще был инноватор конечно но здесь он превзошел и самого себя недаром в эрмитаже именно эта серия работ выставляется как высшее достижение сальвадора далека графика дело в том что вот видите на работах такие кляксы на вот они в свое время дали сказал что он не прикоснется изначально руками к этим работам и создаст их не прикасаясь руками создаст шедевры и он взял аркебузу средневековую выставил камни на берегу сены зашел на небольшой кораблик и начал за аркебузы стрелять по камням пульками специальными с литографской тушью они разбивались получались вот такие вот кляксы потом он на манмартре взял рога единорога начиненные тушью вместе с мякишем хлебным и начал проводить вот такие вот линии вот видите появились линии и уже после этого впаять в появившиеся вот эти кляксы и линии он вписал все остальные образы и дульсинею санчо панса и дон кихота и таким образом родились вот эти работы дон кихот и родилась новая техника нанесения краски на литографский камни которые назвали булизм под слово фронтского слова буль пуля у нас на руси говорят голь на выдумке хитра поэтому по этому поводу а хорошо вот молодежь придет сюда посмотреть на графику и скульптуры дали как нужно так смотреть на картины может быть отойти может быть что-то выключить или наоборот включить в своем сознании чтобы понять прежде всего надо выключить вот такое вот сознание да и выключить то что можно назвать предубежденностью а надо просто прийти с открытым сердцем с открытыми глазами и просто сначала постичь эту красоту а уже после этого когда вы человек чем-то заинтересуется конкретным какой-то серии какой-то работой или каким-то этапом творчества и жизни дали уже можно пригласить экскурсовода можно пригласить на помощь интернет википедию книги изучать для начала нужно просто получить удовольствие пошла выключать голову и получать удовольствие кстати гравюру которые представлены в музее интересны еще и своей истории вот например серия божественные комедии известно что в 1951 году сальвадор удали приступил к исполнению заказа итальянского правительства 700-летию со дня рождения данте его попросили проиллюстрировать божественную комедию и он начал работать над акварельной серии для каждого стиха изображая от чистилище и рай ну и чтобы вы понимали на создание всех образов и художника ушло 9 лет существует стереотип что многие гениальные творцы принимают наркотики для того чтобы найти источник для своего творчества ну собственно понять то можно почему так люди думают но сальвадор удали в этом замешан не был более того он заявлял я наркотики не принимаю я и сам наркотик ему охотно верю для того чтобы входить в творческое состояние он применял параноидально критический метод который кстати придумал сам и например в этом методе был такой ход сальвадор дали очень долго пристально смотрел на предмет пребывая в таком неком состоянии он смотрел на него настолько долго пока предмет этот самый не начинал менять форму и тем самым вызывал галлюцинацию и таким образом не приходили какие-то образы и картины которые он потом зарисовывал что из этого получалось можем наблюдать великий сюрреалист сальвадор дали считал губы одной из самых сексуальных частей тела по его мнению именно они способны были передать мистическое начало тайну и соблазн вдохновленной актрисой мэй уэст которая к слову сказать было жуткой скандалисткой не обладала пухлыми губами но вдохновляла художника своей красотой и талантом в 1937 году художник приложил руку к созданию алого сатинового дивана который стал эротическим символом эпохи особенно мне нравится изюминка этой выставки мультимедийный зал в котором все полотна все гравюры просто оживают и это действительно безумно интересно посмотреть всю выставку а потом прийти сюда и представить это погрузиться в какую-то историю посмотреть на эту красоту в общем настоятельно рекомендую минимум 15 минут проведи в этом зале тебе понравится расширив свое сознание я получила массу творческих идей срочно нужно их реализовать поэтому я поехала а ты обязательно приходи на выставку сериализм это я чувство прекрасного многим не чуждо и это особенно радует потому что благодаря этим людям создаются потрясающие вещи которыми мы кстати можем пользоваться каждый день так что настраивать прекрасное на искусство и создавайте творите а я а я а я уже приехала и минуту до 100 самое прекрасное удивительное место сотворенные руками человека на автозаправочные комплекс ну посмотри какие прекрасные автомобили есть на заправке и естественно они не чита не подумай нет они вполне себе могут стать двоими ведь заправляясь на азе с шел ты можешь мне вот такие вот машинчика получить свое личное пользование это кстати одна из них всего 4 и ты можешь собрать свой крутой автопарк работают они на соленой вазе да да но если тебе вдруг мне понадобится соль для чего-то другого и зима все-таки впереди то можешь приобрести аккумулятор и не будешь на нем гонять причем не просто так а на гоночном треке который тоже уже есть представляешь ну чудо чудное диво дивное в общем твои вечера в ближайшее время вполне могут перестать быть томными ты просто не сможешь оторваться от этих крутых гоночных машинок между прочим инновационная разработка так что начинай свою гонку с азе с шел и и развлекайся а я тоже помчала и 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